Здравствуйте дорогие друзья! В этом видео мы рассмотрим специальную функцию текстовых сообщений для логических модулей лого фирмы Siemens. С помощью функции текстовое сообщение можно выводить заранее составленный текст или параметры функции на экран основного модуля лого, а также на текстовую панель logo TDE. При этом функции широко используются для просмотра и управления параметрами специальных функций удаленным способом через браузеры сетевых компьютеров воспроизведения приложения веб-серверах. При вводе программы с передней панели модуля лого можно выводить текстовые сообщения только содержащие текст. Вывод параметров функций на экран возможен только через программное обеспечение logo soft comfort. Активируется эта функция входом enable. Для ввода параметров и текста войдите в параметры. Появляется список параметров. Функция ask это возможность переключать текстовые сообщения между собой, если их несколько. Если эта функция не включена, то выключается сообщение неактивным сигналом enable. Приоритет. Если в сообщении несколько появляется текстовое сообщение с большим. Message DST. Можно выбрать один экран основного модуля или сразу оба экрана. Для ввода сообщения перейдем курсором на строку Message Text и подтвердим выбор кнопкой OK. Перемещайте курсор на поле ввода в нужное место и нажмите кнопку OK. Место ввода начнет мигать. Выберите нужный знак и подтвердите выбор кнопкой OK. Для ввода следующего знака переместите курсор направо и выведите следующий знак. Входим в эдитер программы и вводим новый блок. Поскольку текстовое сообщение выходом формально должен быть какой-то элемент, мы введем безразличную кнопку. Это, допустим, будет безразличный выход. Это x, x1. То есть формально выход есть. И введем текстовое сообщение. Он находится, напоминаю, в блоке SF. SF. Нажмем OK. Начинает мигать. Можно выбирать. Вот текстовое сообщение. Текстовое сообщение, скажем, появится, когда какой-то резервуар наполнится. Например, загорится лампочка Q1. Даст нам сигнал о том, что резервуар полный. Магазин полный. И тогда введем текстовое сообщение о том, что... Итак, выберем миссинг текст. И нажмем, начинает мигать. Нажмем еще раз OK. Сдвинем курсор направо-вниз, ближе к середине и введем какое-нибудь слово, которое нам подходит. Ну, в данном случае... В данном случае... Так... Направо. И... OK. Ввели программу текстового сообщения. Yes. Посмотрим, как это работает. Итак, как только сработает Q1, включится текстовое сообщение OK. На данной картинке рассмотрим пример текстового сообщения с вывода параметров счетчика и таймера на экран основного модуля в программном обеспечении Logosoft Comfort. В данном примере функция запускается сигналом Hike, то есть константа 1, то есть постоянно эта функция включена. Выходом функции может быть безразличная клемма X1, но также можно использовать и другие выходы, например, M или Q. Для ввода параметров и текста вызовите поле эдитора, нажмите на блоки правую кнопку мыши. Напечатайте текст. Выделите функцию с параметрами. Выберите параметр функции. Перетащите на экран или вставьте, используя кнопку Insert Parameter. Таким же образом можно ввести и другие параметры. Добавим в проект текстовые сообщения. Выберем блок SF, текстовые сообщения. Пускай в одном текстовом сообщении будет показывать два параметра одновременно. Выходом текстового сообщения будет клемма X1, безразличная клемма. Будет постоянно включена. Сигнал Hike. И тогда на текстовом сообщении будет два параметра. Считаем счетчик. Первый параметр будет у нас обозначать наполнение резервуара, то есть актуальное значение. Актуальное значение. И вставим сюда актуальное значение. Ну, какие-то условные литры, штуки. И второе он, параметр он, когда лампочка будет включаться, то есть процесс наполнения пошел. Это он. Вставляем. Второе текстовое сообщение будет запускаться кнопочкой. Включили кнопочку, начался отчет времени. И тогда содержание текстового сообщения будет. Это current time. Или, может, напишем. Ну, ладно. И он предустановленное значение onDelay. Задержка времени. Сделали. Загрузим программу. Выберем сетевую карту. Выберем IP-адрес. Протестируем этот адрес. Загружаем программу. И теперь посмотрим, как она работает. Итак, загрузили программу. Теперь мы протестируем, как работает реальный модуль. Текстовое сообщение появилось постоянно на экран. И на каждое нажатие на кнопку E1 будет изменять актуальное значение. Итак, загорелась лампочка. Лампочка погасла. Хорошо бы лампочку запрограммировать. Теперь включаем кнопку E2. Сбрасываем актуальное значение на 0. И включаем кнопочку E3. Включается таймер. И включается отсчет времени до 5 секунд. Через 5 секунд загорится лампочка. Загорелась лампочка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...